Рейд без предупреждения. В списке на проверку торговые центры, кафе, гостиницы и хостелы. Один из них – Лисья Нора, расположен прямо в центре Читы. Туда и идем. Сразу на входе предупреждение. Соблюдаем дистанцию не менее полутора метров. Бумага есть, а разметки нет. Вот и первое нарушение. Так как у вас разметки нет, вот мы и нарушаем, получается. Вот она. Обязательно граждан соблюдать дистанцию, но не менее полутора метров. То есть мы здесь это приписали, у нас это на входе висит, на втором этаже. На этот раз чек-лист со списком нарушений, который подробно заполняется на каждой точке, не пригодился. Нарисовать разметку директор хостела пообещала сегодня же. В остальном, а это наличие пятидневного запаса детсредств, масок и перчаток – претензий нет. Какой у вас запас антисептиков? Там по постановлению был пятидневный запас, как минимум пятидневный мы точно соблюдаем. Я думаю, что месяца полтора даже. Расскажите, а люди приходят чаще в масках или вы просите маски надеть? Мы просим надеть маски. Люди редко соблюдают это. Ну и на самом деле, когда они проживают и ходят в душевые, мы, конечно, уже не заставляем здесь. Потому что ты идешь в душу, в маски идти. Немножко сложно это соблюдать. Сотрудники все придерживаются этих правил. То есть мы их соблюдаем, температуру мерим. Решение о начале ежедневных проверок на объектах торговли и общественного питания в связи с ростом числа заболеваемости COVID-19 было принято на заседании регионального оперштаба 31 мая. А уже 1 июня стартовали рейды. На сегодняшний день за два дня проверено более 30 точек. Основной раздел – несоблюдение дистанции социальной полтора метра. Очень сильно у всех упал запас дезосредств. Многие опустили руки, решили, что все уже, инфекции нет, все закончилось. Но на самом деле нет. У нас нужно не допустить именно повторения всплесков, какой был в прошлом году, в первой половине июня. Буквально в соседнем здании кафе. Идем туда, заходим и сходу, пожалуй, самое грубое нарушение – отсутствие масок. Без масок все – и официанты, и повара, и даже сам администратор. Где же маски? А вот они лежат в столе. Считанные секунды и в кафе наступает масочный режим. Но уже поздно. Нарушение. Забыли. Можете по камерам посмотреть. Как забыли? Как так получилось? Ну, сегодня у нас лагерь, дети. 60 человек кормим. И забегались, и забыли. Я вчера говорила, что у маски ходили все. Можете по камерам посмотреть. И вот помощник министра эконом-развития региона достает тот самый чек-лист. Вся процедура оформления нарушений для предпринимателя начинается с простого уведомления. Что вы сейчас напишите? Заполним чек-лист, какие нарушения, вот эти данные по факту есть. Оставим им уведомление о том, что данные гражданки и предприниматели, как владельцы, прийти к нам в Министерство экономического развития. И дальше мы уже возьмем с нее объяснение, почему все работники. Приготовление пищи для детей и все без масок. Ну, куда это годится? Рейды по сферам бизнеса будут проходить ежедневно, как в центре Читы, в отдаленных ее районах, так и по всему Забайкальскому краю. Напомним, за нарушение масочного режима предпринимателю грозит от 10 до 300 тысяч рублей. Анастасия Шубина, Константин Васильев, РТК Забайкалье.